Пострадавшему от ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, бизнесу спишут квартальные налоги. Об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая. Подробнее о новых мерах поддержки бизнеса в репортаже Руслана Джукаева. Пандемия коронавируса сильно отразилась на предпринимателях малого и среднего сегмента экономики не только в нашей республике, но и по всей стране. Президент страны Владимир Путин предложил полностью списать налоги и взносы за второй квартал 2020 года. Кроме того, самозанятым вернут налог на профессиональный доход, выплаченный в 2019 году. Воспользоваться этой мерой смогут более полутора миллиона предприятий. На мой взгляд, одной из эффективных мер на данный момент является списание налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года для предпринимателей из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Мне кажется, что данная поддержка действительно очень поможет предпринимателям, так как у них сейчас тяжелое время и не у всех есть даже средства для выплат заработной платы своим сотрудникам, а отмена данных выплат поможет им не влезть в долги, либо совсем закрыться. Наибольшее количество занятых находится в сфере обслуживания, а это малый и средний бизнес, который сейчас несет потери из-за ограничений своей деятельности и нарушения производственной цепочки. Таким образом, большое количество людей лишились своего дохода. Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания Карачаева-Черкесии Сапар Бьеркенов отметил, что предложенные меры должны благоприятно отразиться на восстановлении бизнеса, пострадавшего от пандемии. После окончания пандемии малому и среднему бизнесу не удастся быстро восстановиться. Поэтому президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Социально ориентированные НКО в условиях пандемии коронавируса теперь получат помощь как малый и средний бизнес. В частности, индивидуальным предпринимателям снизили фискальную нагрузку. Также Сапар Бьеркенов подчеркнул, что помимо возвращения выплаченных налогов за 2019 год предвидится выплата налогового капитала. Всё это – действующие меры помощи от государства, которые, несомненно, станут под спорем многим гражданам нашей страны в сложившихся условиях. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.